Жители домов по улице Партизанская, поселка Сотниково, забили тревогу еще три недели назад. Именно тогда, в первую неделю Нового года, нечистоты в буквальном смысле залили их оградой. Прежде такого никогда не было, говорит Татьяна Арсеньтьева. До этого никогда не было, чтобы именно вот эта канализация у нас стекла. И стекалась именно к нам в ограду. Я даже могу показать, там есть русло, которое уже прошло. Здесь вот, ну тоже вот у соседа в ограду уже течет вовсю. Однако для жителей противоположной стороны этой улицы подобные ситуации не впервой. Каждый год зимой на их стороне образуется нечто, похожее на озеро из фекалий и других нечистот. Канализация вот эта, да, вот уже сколько лезвенностей, это вот у них из года в год такая система вот. Ну что, а почему, кто их знает, вы-то сами же кого-то спрашиваете. Чтобы защитить свои дворы от канализационных стоков, люди вынуждены строить вот такие вот своеобразные баррикады. Но, судя по всему, и они не спасают их территорию от нечистот. В администрации поселения нам пояснили, что в данной ситуации виноваты жители верхней части поселка, которые и замусорили канализацию. В настоящее время власти уже наняли спецтехнику для очистки, которая, между прочим, обходится поселению в кругленькую сумму. Мы, значит, наняли машину, и вот эта машина нам обходится 100 тысяч в месяц, понимаете. То есть оттуда мы вывозим с партизанской. Там, если бы мы не начали вывозить, там море разливанное было бы, видите. Поэтому мы свои полномочия выполняем. Знают об этой проблеме и депутаты Иволгинского района. Ними решено на ремонт канализации этого участка выделить около 4 миллионов рублей. Батар Ламбаев, Екатерина Капустина. Новости дня. Новости дня.